Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, сегодня у меня в гостях Илья Пономарев, член исполнительного совета Съезда народных депутатов. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Сегодня будем говорить на такие темы. Почему отношение россиян к украинцам меняется, хотят ли русские, чтобы война закончилась, и Путин хочет переговоров с Западом. Об этом, обо всем и многом другом будем говорить сразу, после того, ответим на вопросы от наших зрителей. Напоминаю таблицу интервью, короткие вопросы, короткие ответы, три вопроса украинцев, три вопроса от россиян. Первый вопрос. Начинаем с россиян, по традиции. Итак, первый вопрос такой. На новой территории Путин выделил 651 миллиард рублей. Это хорошо, конечно, но нам за что жить? Интересуются зрители из России. Нет никакой новой территории. Путин бы ответил, что население сократится за счет того, что люди гибнут на фронте, и поэтому больше каждому достанется. Но, конечно, мы стоим совершенно на другой позиции. Поэтому я абсолютно солидарен с этим ответом. Не надо тратить деньги на оккупацию, надо тратить деньги на развитие своей собственной страны. Следующий вопрос. Складывается такое ощущение, что россияне, покинувшие родину, чувствуют себя жертвами. Так ли это? Да, это абсолютно так. И это не новое ощущение. Точно так же было и в белой эмиграции в начале 20 века. В общем, все это хорошо понятно, но это не оправдание. Я считаю, что нужно сначала действие, а потом защита, если человек через эти действия пострадал. Вот это простой и понятный подход. А просто бегство, каждый выбирает для себя, я это не осуждаю. Бегут, значит, бегут. Уже хорошо, что не помогают войне, но и какого-то особого сочувствия, на мой взгляд, это тоже вызывать не должно. Симоньян предложила бахнуть ядерным оружием в Сибири. Совсем недалекая. Там уникальная природа. Ну, в Сибири-то далекая. Симоньян не очень. Ну, так получилось. Ну, значит, по-моему, она просто не понимает, что там, где там и так далее. Ну, какой-то, то есть уже психоз у человека начался, что, в общем, неудивительно, если столько врать, то шарики за ролики-то доезжают и могут доехать даже до Великих Сибирских рек. Что, собственно, по всему и произошло. Теперь три вопроса от украинцев. Первый. 85% россиян не хотят войны, говорит СИОН. А чего же тогда они хотят? Да, тишины, спокойствия, процветания того, что хочет любой, на самом деле, нормальный человек просто. Дальше никто не знает, как этого сделать, никто не знает, как повлиять на власть. У украинцев есть возможность влиять на свою власть. У россиян нет. Поэтому, когда власть им говорит о том, что вы будете жить хорошо, вот если вы будете нас поддерживать во всем, в том числе воинах, то какая-то часть людей на это введется. Понятно, что никакой нормальный человек войны-то не хочет. Вчера слышал, что Путин и не хотел взять Киев и Одессу. Отчего тогда бомбили? Ну, это он сейчас говорит, что не хотел. Когда не получилось, то не очень бы и хотелось. Зубы обломал. Вот стандартная хулиганская такая, значит, гопническая риторика. Ничего нового тоже в этом нет. Начнут ли россияне задавать себе вопрос, а куда нас ведет СВО? Ну, они давно задают себе этот вопрос. Вывод такой. Чтобы человек себе на это не ответил, он не понимает, что ему можно сделать для того, чтобы на эту ситуацию повлиять. Все друг другу говорят, что один в поле не воин. Ненасильственные методы протеста очевидным образом не работают. А винтовку в руки взять сможет далеко не каждый. Поэтому большинство россиян будет приветствовать тех людей, которые сделали вот такой решительный шаг. Так же, как они приветствовали вагнеровцев в Ростове или как они приветствовали легион свобода России. В Белгородской области это одинаковые вещи. То есть, любой, кто против Путина и с оружием в руках, россиянам такие люди нравятся. Но сами, чтобы встать в их ряды, ну, конечно, это тоже очень маленькая часть населения. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте перейдем к темам, которые я озвучил вначале. Итак, вот есть такое хорошее слово украинское, зныважное по-русски, пренебрежительное. Если кто-то не понимает, я объясню, да? Вот пренебрежительное отношение к украинцам. Через полтора года войны выродилась какая-то вот ненависть, хохлам, извините, взахлеб. Откуда вот появилось это? Сначала вроде как, что же они там могут, а теперь какие ненавистные, нехорошие и не хотят сдаваться и все такое. Ну, я не уверен, что вы правы в своем диагнозе. Это не мой диагноз, я читаю исключительно паблики, не мой диагноз. Ну, я понимаю, я понимаю, я имею в виду, что и в этих пабликах малыш, что на заборе написано, да? То есть вот XY и еще одно неизвестное. У меня, как говорится, тут вопрос в том, что, ну, действительно, у большого количества людей, в принципе, вот та же самая психология таких очень маргинализированных слоев, вот шпаны, вопников и так далее, она проявляется. Да, то есть там нам надрали задницу, мы не любим того, кто нам надрал задницу. Мне не важно даже, если мы сами полезли в эту самую драку, сами в ней виноваты и так далее. То есть, ну, естественно, мы недовольны тем, что нам дали по шее. Но это неустойчивое чувство, да, то есть ненависть, это немножко громкое слово, это какое-то более-менее стабильное состояние эмоций. Ничего подобного в России нет, это такой морг, который пришел и ушел. Это я много раз в украинских эфирах это сравниваю с разными примерами в истории человечества, да, то есть там есть примеры, например, там, когда французы, немцы и англичане, вот там историческое соперничество, да, там, которое насчитывает там столетия, да. И, несмотря на это, все равно они, там, значит, нормально сосуществуют, но в то же самое время вот это чувство исторического соперничества, оно у них есть. А с другой стороны, есть пример, там, кровавейшего противостояния очень, там, похожего на то, что сейчас происходит в Украине между американцами и англичанами, да. Две войны в девятнадцатом веке, да, война за независимость, вторая война с англичанами, этнические чистки, там, ну, вопрос как раз выживания государства стоял и так далее. Ну, с одной стороны, они все помнят, вот, с другой стороны, никакого антагонизма между англичанами и американцами вот на личностном уровне не существует. Я уверен, что пройдет время, ну, какое-то продолжительное, конечно, но и отношения между россиянами и украинцами тоже придут в то же состояние. Хотят ли россияне, чтобы война с Украиной закончилась? Вот если взять какой-то так срез, да, кто хочет, а кто наоборот не хочет, кто желает, чтобы продолжалось, все правильно, СВО это хорошо, Путин молодец, ура, вперед с гранатами. Ну, даже по официальной государственной социологии, подавляющее большинство российского общества хочет, чтобы война закончилась. Другое дело, чем закончилась, да, там, соответственно, какая-то часть из них говорит о том, что раз уж начали, то надо победить, вот, какая-то часть из них говорит замириться на любых условиях, лишь бы этот кошмар прекратился. Первых больше, надо прямо сказать, не потому, что они, вот еще раз скажу, там, ненавидят украинцев или какие-то мегаимпериалисты, да, то есть, ну, потому что, ну, же, мы проиграем, что ли, да, ну, такое, значит, как бы от этого настроения. Это чисто, опять-таки, такая пацанская эмоция. Ну, рано или поздно придется смириться с неизбежным результатом о том, что выиграть нельзя. И, конечно, опять скажу, что большинство людей, ну, войны не хочет. А в чем вот боязнь этого проигрыша или нежелание проигрывать? Есть какое-то объяснение? Опять, это эмоция, ну, всех в школах учили, что Россия непобедима. Как это, ну, всегда непобедима, а тут вот взяла и проиграла, да, то есть, вот, еще и кому, значит, Украине, значит, государству, которое... Долгое время всем говорили, что несерьезная государство, вот, ну, конечно, это выглядит, там, оскорбительно, да, вот, для людей. Но придется смириться, придется смириться, потому что даже когда начиналась, например, чеченская война, уж на что, там, чеченский народ маленький, гораздо меньше, чем, соответственно, Украина. Но даже тогда, когда еще были средства массовой информации свободные, там, очень часто говорили абсолютно правильную мысль, что победить народ нельзя. Можно какое-то время, там, законопатить какую-то территорию, ее подчинить себе, но рано или поздно это все равно рванет. И пример сейчас войны с Украиной, это показывается самым, что ни на есть, наглядным образом. Война с народом обречена на поражение. А смириться это как? Признать репарации, признать, что Крым чужой, признать, что Путин ошибся, признать, что ты сам ошибся в Путине, да? Ну, тут уже очень сильно зависит от следующей российской власти. И это вещь очень серьезная, о которой нам всем надо думать. Ну, понятно, что я по долгу службы этим занимаюсь, что называется, все время. Но есть на эту тему разные точки зрения в Украине и в других странах мира. Потому что есть позиция достаточно распространенная, особенно на Западе, на том, что Украина там освободит всю или не всю территорию, поставит на это какую-то точку и все, значит, разойдутся. А там, что будет там в России происходить, это уже не важно. Это вторично. С моей точки зрения, это, конечно, ошибка. Потому что, с моей точки зрения, даже если Украина освободит всю свою территорию, выйдет на границу 91-го года, что, я считаю, будет требовать очень большого количества человеческих жертв со стороны Украины, то, если власть в России не сменится, это означает, что война не закончится. Это просто означает, что линия фронта будет проходить по государственной границе. Ракеты будут летать, диверсии будут совершаться, вражда будет продолжаться. Ну и понятно, что не будут наказаны виновники всей этой войны. Я не говорю про репарации, восстановление Украины и все прочее. Поэтому для меня окончание войны, оно может быть только в фундаментальных переменах внутри России с репарациями, наказаниями, полной деоккупацией и так далее по списку, которую мы много раз обсуждали в Украине и говорили. Вот над этим надо просто работать, надо для себя сформировать понимание, что по-другому быть с ним. Если, а когда мы этого достигнем, то, конечно, общество российское так же, как, например, немцы в 45-м году, они проснутся. Через сопротивление, безусловно, все будут сначала очень недовольны. Опять-таки так, немцы в 45-м году были недовольны тем, что происходит. Но ничего, там пройдет несколько десятилетий и вернутся к нормам. А как вот добиться того, чтобы не было это недовольство, не переросло в реваншин, как у немцев с Первой мировой во Второй мировой? Ну, а вот здесь зависит от политической системы, которая выстроена. Но еще раз скажу, что в 45-м году, ну, там была просто прямая оккупационная власть, да, там в течение четырех лет. И вот эти четыре года были переходным периодом, в течение которого были сформированы новые органы власти, а дальше все равно там уже сообщество за этим присматривает. Но, тем не менее, была сформирована некая стабильная правовая система, которая гарантировала невозможность вот этого самого реваншизма. И здесь я считаю, что нам нужно сделать абсолютно то же самое. Но, по сути дела, все равно мы говорим о том, что первые там два года, вот мы думаем, что наш период будет два года, время сократилось сейчас, сжалось, да, то есть по сравнению с тем, что было в 45-м году, ну, я думаю, что двух лет хватит. Но это будет не демократически выбранная власть, да, то есть это будет власть, которая придет в результате военной победы, в результате силового смещения этого режима. И она и должна запустить новые правовые принципы. Этим сейчас активно занимается съезд народных депутатов тем, что эти принципы формирует и легион свобода России, который развивается в такую военную силу, которая в состоянии это обеспечить, соответственно, по фронте. Вот с этих двух рук мы должны двигаться вперед при поддержке Украины и международного сообщества, которые, понятно, заинтересованы в том, чтобы поставить здесь точку. Мы совсем не поговорили о тех, кто хочет продолжения войны. Вот кроме тех, кто сидит в Кремле, и понятно, что на этом завязана их жизнь. Кто еще хочет продолжения войны? Ну, всегда существует какой-то слой общества, настроенный радикально националистически, я бы сказал, про фашистки. Вот он есть в России. Имперский. Имперская такая прослойка. Но она по всей социологии, она составляет порядка 10%. Эта элитуа, она отчасти очень сильно разрослась благодаря поддержке со стороны государства, потому что в норме она составляет несколько единиц. Ну, значит, будем людей перевоспитывать. Одни, во-первых, все подпадают под люстрацию. Люстрация, которая, опять-таки, предусмотрена законом, соответствующим принятым же. Съездом народных депутатов будет строиться, с одной стороны, по должности, с другой стороны, по принципу всех тех людей, которые поддерживали публично войну, и публично призывали, соответственно, к убийствам украинцев и к ведению агрессивных военных действий. Эти люди, их не посадить всех в тюрьму. Там даже имперский процесс затронул в общей сложности. Сто человек. То есть, может быть, в наших тысячах человек. Но мы говорим в данном случае про миллионы людей. А миллионы, опять-таки, и в Германии. Это вот процесс был там деноцификации. Также и здесь будет аналогичный процесс деноцификации. Эти люди должны потерять право на любые формы публичной деятельности. Они не должны участвовать в органах власти. Они не должны учить детей в школах. Они не должны быть преподавателями в университетах. Они не должны выступать по телевизору. Они не должны делать концерты, фильмы, заниматься журналистской деятельностью. Вот эти ограничения. В остальном, ну, пусть идут обычную жизнь, занимаются бизнесом, еще чем-то. То есть, вот, но влиять на общество они не должны. И таким образом эта зараза постепенно вымрет. Путин хочет переговоров с Западом. Говорят, что какие-то переговоры опять возобновились в США. Кто-то ездил, слушал, говорил, общался. Ну, пока все это такое, как бы, тайное, наверное. Но вот вопрос. А какие условия сейчас могут быть у Путина для переговоров? Вот что он сейчас может потребовать? Он же только требует. Путин, Путин требует все время одного и того же. Да, Путин все время требует, чтобы НАТО отказалось от Украины. Это, значит, главный вопрос. То есть, тем самым, что Украина, они даже сейчас уже, вот он вчера говорил на этом, в Балдайском форуме, да, о том, что мы вообще не против, если Украина, если это Европейский союз, да. Значит, ну вот военная история для нас, значит, является принципиальной. То есть, они хотят, чтобы главным паханом на постсоветском пространстве был Кремль. Вот что они хотят, да, чтобы все эти вопросы решались исключительно через Москву. И там все остальное, ладно, уже черт с вами, там экономика и так далее не может удержать. Хотя раньше разговор, как мы понимаем, был там таможенный союз, там, значит, и все прочее. Сейчас уже там, ладно, ну вот военная, значит, составляющая. Потому что он понимает, что кто контролирует пистолет, да, тот контролирует ситуацию в целом. Но я не вижу, как на данный момент на эти условия может кто-то пойти. Ему могут куларно дать, значит, какие-то обещания, что пока вот территориальная целостность Украины не восстановлена, то поэтому, значит, Украина не может вступить, например, в блок НАТО. Хотя прецеденты в истории уже есть, когда и этот принцип тоже не соблюдался. Турция готовит встречу по достижению прочного мира в Украине. Россия не приглашена. Это пишет Блумберг. Эрдоган будет связующим звеном в общении Путина и Зеленского? Или это просто какая-то очередная торговля самого Эрдогана, чтобы выторговать себе что-то? Ну, Эрдоган пытается играть эту роль. И на самом деле Эрдоган хорошо спозиционирован для того, чтобы у него это получилось. Потому что Путина к нему относится с большим уважением, о чем он там несколько раз говорил публично и, думаю, абсолютно искренне. С другой стороны, Эрдоган зависит от голосов, например, крымских татар. И это является объективным фактором для него в внутренней политике Турции. Поэтому существует такая атмосфера взаимозависимости плюс собственных амбиций Турции и так далее. Вопрос просто простой. Посредники – это всегда вещь хорошая. Но тогда, когда существует теоретически возможность до чего-то договориться, на данный момент не существует той точки, на которой стороны могут теоретически сойтись. Потому что Путин не может уйти с оккупированных территорий. Он не может даже вернуться на состояние февраль 2022 года. Он даже это не может. Не то, что февраль 2014. Он не может сделать даже февраль 2022 года. А точно так же украинское общество не готово ни до чего другого. Даже, опять-таки, февраль 2022 года – это надо людей будет очень сильно убеждать до такого компромисса. И на данный момент точно украинцы к этому компромиссу не готовы. Ну а уж то, что просто заморозить ситуацию в том виде, в котором она есть сейчас, это точно никто не согласится. Поэтому посредник не может ничего реализовать, потому что не существует точки, в которую можно прийти. А по-вашему, когда случится эта точка, от которой можно будет отталкиваться и к чему-то прийти? Ну, для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы либо одна сторона, либо другая сторона для себя решила о том, что достигнуть своих целей невозможно, победить нельзя. Должно возникнуть ощущение безнадежности. И тогда, соответственно, будет точка для переговоров. Очевидно, что в Украине есть ощущение справедливое, что мы побеждаем. А у Путина есть до сих пор сохраняющаяся, в том числе благодаря американцам, всяким Бернсам и Салливам, надежда о том, что американцы рано или поздно от Украины устанут и заставят Украину сесть договариваться. Вот поэтому обе стороны не сближаются. Вот если там Запад занимал бы в этом смысле более четкую позицию о том, что никаких переговоров точно не будет, прекратились бы все эти разговоры во всяких там «Нью-Йорк Таймсах» и так далее, которые явно инспирируются в Ленгли, то тогда было бы попроще. А сейчас большое количество российской элиты считает, что рано или поздно переговоры обязательно случатся. Ну переговоры рано или поздно случатся, потому что любая война ими заканчивается. Нет, но я имею в виду договоры на нынешних позициях. А, на нынешних позициях. Я не имею в виду переговоры о капитуляции. Естественно, переговоры о капитуляции будут происходить. Это очевидно. Но переговоры о капитуляции, а не перемили. Знаете, я вот недавно опять же в пабликах прочитал, в российских причем, что среди российских солдат нет случайных. Все, кто пошли на войну, у них был выбор. И они выбрали именно войну. Как вы считаете, правдиво ли это утверждение? Ну, думаю, что они бы с вами не согласились. Ну, то есть стоять на позиции постороннего наблюдателя, может ли там мужик из уральской деревни отвертеться от призыва? Ну, чисто теоретически, может быть, и может. А чисто практически ему это сделать очень трудно. Мне периодически пишут разные друзья, знакомые из России о том, что вот нас собираются призвать, мы избирательность Новосибирской области, нас собираются призвать, мы не хотим. А что делать? А что можно в этой ситуации делать? В этой ситуации надо идти в бега. Переходить государственную границу. Для этого деньги нужны. Чтобы куда-то как устроиться. У кого-то загранпаспорта, в принципе, нет. Жить внутри страны. Там сейчас полицейское государство. Это требует навык. Семьи и так далее. Поэтому, к сожалению, для очень многих никакого выхода в этой ситуации нет. Выход скорее дальше на фронте. Мой обычный совет людям о том, что вот телефоны, хочу жить. Если вас призывают, вы не можете с этим ничего сделать, не можете уехать, то идите, но связывайтесь. Хочу жить и переходите линию фронта. Вас в Украине примут. Может, обменяют. Может, просто там в Украине досидите до конца войны. А может, к нам в Легион присоединитесь. Вот это, на мой взгляд, единственный совет, который действительно у человека есть. Кстати, вариант с Легионом. Российские журналисты часто говорят, что в Легионе воюют во всех формированиях, которые есть с россиянами. Там вот из-под палки заставляют, из-под автомата, точнее, заставляют воевать именно украинцы. Что это не добровольцы. Ну, я, честно говоря, такого как раз ни разу не слышал. Шли те ссылки. Даже интересно, кто так говорит. Обычно наши либералы говорят, потому что Легиона просто не существует. Вот это вот они говорят очень часто. Вот еще есть там разные, прямо скажу, говнюки, которые говорят о том, что там воюют неонацисты, ну, пытаясь там смешать РДК и... Да-да, такое было, да. Вот. А вот то, что там из-под палки нет, конечно, такого нету совершенно. И если еще в начале войны процент людей, которые прошли через российскую армию, были там военно-пленными и так далее, он составлял значимый процент, никогда не был доминирующим. Ну, то есть там, ну, третьим составлял. То есть сейчас таких людей в новобранцах Легиона вообще практически нет. На основную массу составляют, конечно, люди, которые через российскую армию не проходили, и добровольцы, либо пришедшие как политическим образом из России, либо россияне, которые жившие в Украине, из семей, да, ну, с российскими паспортами. Вот это вот основные резервуары пополнения рядов. А вот новые мобилизованные, которые, скорее всего, наберут там в районе сколько, 130 тысяч, то ли мобилизованные, то ли контрактники, ну, в общем, кого заставят воевать, я так понимаю, они до сих пор будут надеяться на авось, количество убитых, их ничему не научилось, да? Ну да, авось пронесет, это является доминирующим настроением. То есть авось заканчивается вот ровно тогда, когда вы там посидели в траншеях, в подвале или еще что-то, и рядом с вами поприлетало. Вот с этого момента там как-то мозги начинают работать в другую сторону. А пока вы там где-то там были, там в тылу и еще что-то, да, у людей настроение такое, что как-нибудь отвертимся, да? И плюс к этому же еще это сильно отличается, например, там от чеченской компании или от афганской компании, где вот так еще и бесплатно. И все равно было такое же ощущение, да? Вот. А в данном случае еще за это большие деньги платят. Вот. Если там для городского жителя те деньги, которые платят российским солдатам, это просто нормальная, хорошая, достаточно высокая зарплата, то для жителей там малых городов или сел это космические деньги, или просто космические, которых они никогда в жизни не видели. Вот. Поэтому, конечно, соблазн, что вот мы тут сидим, а вот это вот капает, он действительно очень высокий. И плюс там жена на это говорит, там вот бабушка как-нибудь там, значит, отпетляя, потом вернешься там, значит, дом подлатаем, да, то есть там детям чего-то будет, да, там еще что-то. Ну, вот это такие страшные вещи, но они повсеместные. Давайте поговорим о донатах. Недавно там ФСБ заявляло, что 25 тысяч россиян приблизительно донатят на ВСУ. К сожалению, я не вижу 25 тысяч россиян, которые донатят на ВСУ. Вот. Честно скажу, что мы людей, ну, очень долго людей уговаривали вот донатить именно на вооруженные силы Украины. Это была наша основная линия поведения. Сейчас мы чуть-чуть сменили риторику, об этом договорились, например, с коллегой Каспаровым в форуме «Свободная Россия», о том, что давайте все-таки собирать деньги на россиян, которые воюют в составе ВСУ. Да, вот на «Легион», на «РДК», на другие подразделения, на партизан, которые находятся в тылу. Потому что в конечном итоге для ВСУ собирает много людей, а война закончится в Москве. И никто, кроме нас, эту работу не сделает. И поэтому, когда эти подразделения являются в ситуации бедных родственников, понятно, что украинцы им не собираются, россияне, получается, тоже им не собирают. А кто еще, значит, остался? Американцы в существовании относятся крайне спектрически. Поэтому я считаю, что главной задачей россиян сейчас это собирать для россиян, воюющих против Путина. Хороший тезис. А вот другой момент. Тот человек, который донатит, живет в России, понимает, что это полицейское государство. Является ли он предателем для государства и для окружающих его россиян? Для государства он, безусловно, предатель, очевидно. Для окружающих тут есть разные позиции. Это, конечно, вопрос морального выбора каждого. Для меня, например, я воспринимаю ситуацию, как, опять-таки, Вторая мировая война, антигитлеровская коалиция. Грубо говоря, я в этой ситуации немец. Я воюю в составе союзнической армии против, вроде как, моей страны, против фашизма, против гитлеризма. Для меня здесь нет полутонов. Я нету никакого имморального препятствия помогать английской, французской или советской армии, которая борется против фашизма. Но есть люди, которые говорят мне, ну как так, ну будем помогать чужой армии, которая убивает русских. Ну и вот именно на это есть ответ. Хорошо, помогайте не чужой армии, помогайте своим россиянам, которые ведут национально-освободительную борьбу. Это очень простой ответ, и который разрешает вот эту, на мой взгляд, абсолютно ложную моральную дилемму, которой подвержено много людей, включая, например, Михаил Ходорковский, который про это несколько раз публично говорил. Ну прекрасно, Михаил, помогайте легиону. Или хотите, если вдруг у вас правые взгляды прорезаны, помогайте АДК. Или сибирскому батальону помогайте, где были подразделения ЮКОС. Единственное, что я еще раз хочу сказать, что я считаю, что россияне с точки зрения источника средств, донатов и так далее, должны занимать особую позицию, потому что только россияне могут жертвовать на то, что связано со сменой власти внутри России. Поэтому не стоит вставать там в длинную очередь, а стоит делать что-то особое. То есть у нас есть группа волонтеров на фронте, которая помогает военным медикам, там собирают медицинские... Они россияне, то есть очень много собирают. 24 тысячи уже медицинских комплектов они поставили на фронт. Это, по-моему, вообще самая большая группа, которая занимается подобного рода вещами, и она россиянская. Вот это правильно. Если чисто гуманитарные вещи, они развозят по украинским школам в прифронтовой зоне Украины язычную литературу, например, по библиотекам. И на это тоже дают деньги россияне. Вот это вот некая уникальная вещь, где россияне могут играть особую роль. Но если не так, то хоть как-то, то есть уже хорошо. А сколько россиян, если это не секретная информация, сколько россиян сейчас воюют в составе ВСУ или рядышком как-то, за свободу Украины, за свободу России? Ну, в общей сложности оценка между тремя и четырьмя тысячами. Но с точки зрения подразделений, вот самое большое подразделение «Легион» свободы России, конечно, существенно меньше, чем, значит, эти три тысячи. Но на данном случае, это там четыре батальона. То есть, в общем, это уже какая-то сила. Будем надеяться, что эта сила будет увеличиваться и что Россия в ближайшее время станет действительно свободной страной. Давайте ответим на второй блиц от наших зрителей. Напоминаю, здесь нужно продолжить фразу. Тут пять фраз и заканчиваем. Для победы Украины нужно. Продолжите фразу. Смерть Путина. Это решит вопрос. Да, ну, смены власти в России. После выборов России Путина не признают легитимным, если... На то будет воля ведущих стран Запада, прежде всего, Средиземных Штатов. Кадырова ждет участь Пригожина, если... Он выступит против Путина. Но думаю, что он этого не сделает. Я думаю, что он взял уже для себя внутри курс на независимость Чечни и будет насиживать до этого момента тихо. Китай заберет свои земли у России. Когда? Если она распадется. Если она распадется, то они будут претендовать на эту территорию. Но в противном случае я не ожидаю от них никаких агрессивных действий. И последнее предложение. Самая большая из путинских фобий сейчас это... Победа Украины. Чего мы ему и желаем. И нам тоже. Большое спасибо за сегодняшнее интервью. Очень интересная аналитика. Хорошего вам дня. И ждем. Спасибо. Спасибо большое. Был как всегда рад. Работаем над этим. Продолжение следует...